Когда, где и как в Ненецком округе пройдет факельная эстафета, представители окружной администрации на сегодняшнем брифинге рассказали журналистам региональных СМИ. Вопросов было немало, все-таки столь масштабное и значимое мероприятие пройдет в НАО впервые. Антон Парахин выяснил, что же ждет жителей округа в день прибытия главного символа Олимпиады в наш регион. Эстафета Олимпийского огня сегодня, пожалуй, самое обсуждаемое событие общероссийского, да, пожалуй, и мирового масштаба. Особное строение, яркие эмоции, все это царит в каждом городе, куда пребывает главный символ Олимпиады. Все это предстоит пережить и жителям Нарьинмара. Меньше чем через три недели, 3 ноября, этот праздник состоится и в Ненецком округе. Это будет 29-й день следования Олимпийского огня за полярной столицей, 45-й населенный пункт на пути главного символа из Греции в Сочи. К нам он прибудет из Сыктывкара. Самолет с факелом приземлится в Нарьинмарском аэропорту в полдень, а дальше его примерно полкилометра повезут на оленьих упряжках. Огонь уже поднимался на Останкинскую башню, спускался в метро, но на таком виде транспорта его повезут впервые. Общая протяженность маршрута около 10 километров. По всей России будет представлен фильм о встрече Олимпийского огня в Ненецком автономном округе. Город Нарьинмар выглядел наилучшим образом, поэтому сам маршрут будет проходить по значимым и таким для нас очень дорогим местам в Ненецком автономном округе. Аэропортовский переулок улицы. Рабочие, 60 лет октября, Ленина Рыбников, проезд капитана Матросова. Затем Павучейского, Хатандейского, Смедовича, Пырерки, Первомайской и Победы на площадь Марацей. Спортсмены, студенты, представители органов исполнительной власти, руководители общественных организаций. Около 50 факелоносцев, те, кого оставили в результате жесткого отбора. С каждым факелоносцем держится такая непрерывная и очень серьезная связь между Олимпийским комитетом и факелоносцем. Уже направлены каждому факелоносцу рекомендации о том, каким образом надо принимать участие в эстафете, пожелания о том, как готовиться к эстафете, как участвовать непосредственно в эстафете, какой этап и каким образом наши факелоносцы будут проходить вместе с факелом Олимпийского огня. В числе счастливчиков и наш коллега, системный администратор Нинской телерадиокомпании Андрей Безумов, он не тоже понесет огонь на своей части дистанции. Признается и пусть расстояние символическое всего-то 200 метров, но зато с Олимпийским факелом. Такое событие, ну раз в жизни оно, это практически 100%, так что поучаствовать в таком событии, когда раньше войн из этого останавливали, а тут я поучаствую в грандиозном мировом событии, очень классно, очень здорово, эмоций миллион. Тех, кто не понесет Олимпийский огонь на трассе тоже ждут. Поддержать факелоносцев и принять участие в этом празднике. Настроение, обещают в управлении культуры, будет приподнятым. Его обеспечат больше 10 творческих коллективов, свыше сотни артистов. Не только на главной площади эстафеты Марацея. Концертные площадки будут развернуты у Норда, Лидера и Пустозерского музея. Это должно быть весело, это должен быть у людей праздник, и в каждой точке следователя факелоносца должно создаваться праздничное и приподнятное настроение. И на мой взгляд, самое главное, наверное, что должно быть у людей, это то чувство патриотизма и любви к своей родине, что такая честь досталась нам, нашему городу, нашему региону. Эти чувства сейчас испытывает и Яков Сумароков, молодой перспективный лыжник региона. Он не раз побеждал не только на соревнованиях в округе, но и за его пределами. Именно ему сейчас, студенту первого курса Института физкультуры, спорта и здоровья САФУ, доверено право зажечь вместе с главой региона Олимпийскую чашу. Восторг, волнение. Сейчас вроде уже как-то все успокоилось. Естественно, уже перед началом все это возобновится. Гордость то, что все-таки не всех кандидатов меня выбрали. После церемонии зажжения чаши на мраце огонь двинется дальше, в Салихард. Всего за 4 месяца с октября по февраль ему предстоит преодолеть 65 тысяч километров. Это как полтора раза вокруг Земли по экватору. Побывает огонь на Северном полюсе и даже в космосе. Увидеть его или, к примеру, сфотографироваться с символом Олимпиады сможет житель каждого из 83 регионов страны.